Ребята, снова всем привет! Недавно я столкнулся вот с такой вот проблемой в операционной системе Windows 7 Ultimate. Захожу я на какой-либо сайт через браузер Google Chrome и появляется сообщение о том, что часы отстают и зайти на сайт невозможно. Решение проблемы номер один, который скорее всего сработает. Итак, закрываем свой браузер Google Chrome, дальше находим ярлык на рабочем столе или где у вас он расположен и жмем правой кнопкой мышки на ярлыке Google Chrome, дальше откроется вот такое вот меню и в этом меню жмем свойства. Открывается свойство Google Chrome и нас интересует раздел где объект. Вот он он и здесь в разделе Application прописан путь откуда открывается ваш браузер Google Chrome. Я рекомендую скопировать вот этот вот текст. Я скопировал этот текст, ставил его в текстовый документ и сейчас как вы видите отображается путь где установлен мой браузер Google Chrome. У вас возможно будет другой путь. Поэтому смотрите, что сейчас вы будете делать. Вот здесь после кавычек, видите, вот они последние кавычки. Здесь ставим пробел обязательно. Вот посмотрите, пробел нажимаю и дальше вставляю вот такой вот текст. 2-ignore-certificate-errors. Этот текст я скопирую в описании. Вот он будет в описании и в первом закрепленном комментарии. Вам нужно просто его будет скопировать и вставить. Давайте еще раз повторю. Скопировали этот текст. Вставили в текстовом документе. Дальше нажали пробел. Скопировали вот эту оконцовку у меня в описании, либо в первом закрепленном комментарии. И вставили. Обязательно после пробела. Вот так вот целиком вставили. Дальше все целиком взяли, скопировали. Вот таким вот образом. Дальше копируем. Заходим обратно в свойства Google Chrome. И вот посмотрите. Вот этот текст старый. Желательно изначально удалить, чтобы здесь было пусто в разделе объект. Потом вот тот вот готовый текст скопированный. Вставляем в это поле. Еще раз перепроверяем, чтобы вот эта оконцовка вставилась. Ignore Certificate Errors. И жмем кнопочку применить. А после жмем кнопочку ок. Ну а теперь давайте посмотрим, как же открываются сайты. Будет ли ошибка с часами. Давайте что-то наберем. К примеру, к слову привет пусть будет. Нам не важно, что сейчас, какие сайты будут в результатах поиска. Мне сейчас важно понять, будет ли это ошибка. Поэтому открываю все сайты, которые в результатах поиска. И сейчас проверим, появится ли это ошибка. Нет, нет. Этот сайт что-то не загружается. Здесь тоже все окей. Здесь тоже все окей. Все отлично, ребят. Проблемы с часами на данный момент нет. Вот таким образом, эту проблему вы решите. Давай сейчас вам покажу еще разочек. Вот смотрите. Свойства. Жмем. То есть как жмем? Правая кнопка мышкой. Вот. Правая кнопка. Наводим. Дальше свойства. И вот смотрим. Вот таким образом прописываем. После. После кавычек. Вот смотрите. После кавычек. Ставим пробел. И потом копируем в описании вот этот текст. В описании, либо в первом закрепленном комментарии я ставлю. После пробела вставляем. И дальше жмем здесь кнопку применить. Вот. Сейчас она мне не активна, так как у меня уже все сделано. Жмем применить, потом кнопку окей. Ребята, я уверен на 99%, что вы эту проблему сразу же и решите. Но, есть еще кое-какие моменты. Поэтому не переключайтесь. Досмотрите этот видос до конца. Итак. Вы сейчас должны четко понимать, что дата и время у вас правильные. Поэтому обязательно посмотрите в правый нижний угол, там где у вас отображаются часы. Нажмите на часики, появится календарик с временем. И посмотрите, чтобы все четко было правильно установлено. Если есть какие-то отклонения, то обязательно выставьте время так, чтобы оно и не спешило, и не отставало, и чтобы была верная дата. Если после перезагрузки компьютера здесь изменится время, то есть вы выставили правильное время, но после перезагрузки оно вновь избилось. Тогда вам нужно на материнской плате поменять батарейку. Вот такая вот батарейка у вас установлена. Купите новую батарейку. Маркировка, видите, CR2032. И ее замените в материнской плате. Я думаю, вы разберетесь, как она снимается. Там есть специальный фиксатор, нужно его отогнуть, и батарейка сама по себе отчелкнется. Сейчас я показать вам это не могу, так как неудобно будет подлезть. Развернул системный блок, вот посмотрите. Вот она батарейка, к лазерной указке вам подсвечиваю. Вот тут вот сбоку, вот тут вот, есть зажим специальный. Просто его в сторону отодвиньте, и батарейка эта вылезет. И вот еще один системный блок, но тут уже батарейка, видите, прикрывается видеокартой. Мне нужно снять видеокарту для того, чтобы достать вот эту батарейку. Поэтому просто так я к ней не подлезу. Эти батарейки можно купить в любом магазине, где есть специализированный, соответствующий отдел по продаже батарейки и так далее. Если уже в магазине нет, то обратитесь в любую ремонтную мастерскую по компьютерам. Скажите, мне нужна батарейка для биос. Все, вот CR2032, другую вам не продадут. Она стоит на рублей 30, возможно 50. Ребята, ну а в конце видео хотел бы вас попросить подписаться в очень классные группы ВКонтакте, где вы сможете забронировать жилье на море без посредников, в Крыму, либо в Краснодарском крае. Объявление размещает только хозяева жилья. Вы напрямую будете с ними общаться. Ссылочки оставляю в описании. Не забывайте отдыхать хотя бы один раз в год на море, чтобы поправлять свое здоровье. Друзья, если вы впервые на канале, то канал у меня по компьютерной тематике. Если у вас какие-то вопросы возникают, связанные с компьютерами, с ноутбуками, с планшетами, не знаете, где скачать ту или иную прошивку. Или как недавно у моего подписчика произошла ситуация. Его компьютер начал пищать. Он мне заснял видеоролик на камеру, отправил мою группу ВКонтакте. Я его посмотрел, дал ему письменные рекомендации. Он их выполнил. И без определенных знаний он починил свой компьютер. Тем самым он сэкономил свое время. И сэкономил свои деньги. Он не отвозил свой компьютер в сервис и не платил за ремонт. Я всем помогаю бесплатно. Поэтому от вас только требуется подписочка на мой канал. И прошу вас подписаться еще в группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. И все. Задавайте свои вопросы. Не стесняйтесь. Я удаленно обязательно вам помогу. Так как есть определенные знания в этой сфере. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok